Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня хочу вам показать рассаду, которой ровно месяц от всходов. Посеяна в конце января 29-30, но тут у них на день разница, но это не имеет значения. Взошла она через 5 дней и вот 5 марта ей исполнилось ровно месяц. В этот период, вот когда рассада месячная от всходов, я уже считаю, можно уже предполагать, что все самое страшное, все самое сложное позади. Потому что всего труднее выходить вот эти маленькие сеянцы, распекировать их. Да, забыла сказать, 20 февраля она распекирована. Какая 20, какая 21, у них разница в один день. Это рассада, которую я выращиваю для получения раннего урожая в теплице. Поэтому у меня тут посевы смешанные, всех понемножку. Тут и демидов, и настенька, и жаростойки, немного петруши. 3 или 4 вида, я вот даже уже не помню, здесь крупноплодных, там сбоку приклеены этикетки. Короче, все, что будет расти у меня в теплице для получения раннего урожая, имеет сейчас возраст месячной рассады. Вот так она выглядит. Ни один сеянец у меня не пропал, ни один сеянец не умер, не заболел. И теперь уже можно вздохнуть спокойно. Когда вы переступите месячный рубеж, пойдет второй месяц, рассада она сама по себе уже посильнее. Вот видите, у них уже такие толстые стволики. Черная ножка к ним уже, как они, менее восприимчивые к болезням, вот таким как корневая гниль, черная ножка. Но я стараюсь все-таки их поливать поменьше пока еще. Вот пройдет еще две недели, полтора месяца будет, можно будет вздохнуть вообще спокойно. Все, можно сказать, что рассада для получения раннего урожая вошла в ту стадию, когда за нее можно не беспокоиться. Только поливать и опрыскивать. Я сейчас вкратце расскажу весь процесс выращивания, потому что я показывала, как сеяла отдельно, как пикировала, как опрыскивала, как поливала. Я практикую простое огородничество, ничего сложного в грунт не добавляю. Сеяла в простой свой грунт, обыкновенная полевая земля и перегной, один к одному, пополам. Здесь не добавлен ни песок, ни кокосовый субстракт, никакие другие добавки, ничего. Немножко золы, все перемешала, разложила в лотки, посеяла свои семена. Когда они взошли, в стадии одного-двух настоящих листиков я распикировала. При пикировке высаживаю растения в новую свежую землю, снова добавляю золы и все. Больше я ничего не делаю. Раз в неделю поливаю по воскресеньям и раз в неделю посредине недели я опрыскиваю. Опрыскиваю или эпином, или цирконом, HB101. Это может быть все что угодно, энерген, эффектон, любые стимуляторы роста. Для чего я их опрыскиваю? Потому что у нас в квартирах и в домах, вот я в частном доме, неблагоприятные, некомфортные условия для растения. Воздух очень сухой, перепад температур, то у нас холодно, то у нас жарко, в зависимости от того, сколько у нас за окном. Вот сейчас у нас всего 4 градуса мороза, топим, дома жарко и вот им опрыскивание очень нужно. Лучше сделайте чаще опрыскивание, чем полив. Я много не поливала, я все это рассказывала, все видео о выращивании вот этой моей рассаде есть на моем канале YouTube. Заходите в группу Огородная Азбука Ольги Черновой, там еще есть пошаговые фото и поясняющие статьи. Статьи не успеваю все писать, но самые важные, вот сейчас нужна ли подкормка рассаде, как делать первую подкормку, какое удобрение выбрать. Все эти статьи и все видео есть для начинающих, это будет хорошее подспорье. Попробуйте мои методы, попробуйте какие-нибудь другие советы чьи-то и вы все равно научитесь получать здоровую крепкую рассаду. Я вот считаю, что моя рассада вот эта для такого зимнего периода, для раннего выращивания, она выглядит хорошо, она здоровая и крепкая. Но все-таки я сегодня первый раз ее подкормлю и дальше сейчас я буду снимать видео, но это будет другое видео, потому что тема другая, как я буду делать первую подкормку для своей ранней рассады, для самых первых посевов. Смотрите видео, до свидания, с вами была Ольга Чернова, желаю вам всего хорошего, особенно хороших всходов и богатых урожаев. Спасибо. Спасибо.